Уважаемые читатели журнала «Уральский следопыт», в апрельском номере журнала в разделе «Забытые катастрофы Урала» моя статья «Опасный груз» в списках не значился. В ноябре 1958 года самолет Ли-2, бортовой номер СССР 84-624, выполнял перевозку груза. Экипаж 89-го авиатряда. Груз был со Сталинского государственного союзного завода «Хибреактивов». Это населенный пункт Сталина. Вес груза 2250 кг. Завод не предупредил отдел перевозок о характере груза. Груз был опасным для такой перевозки. Взлет в Сталина произведен 1 ноября. Промежуточные посадки в Харькове, в Воронеже, в Пензе. 2 ноября в 15.38 экипаж доложил пролет аэропорта Казань на высоте 400 метров и получил указание набрать высоту 1200 метров. Последняя связь с Казани состоялась в 16.15. Дано указание переходить на связь с аэропортом Ижевск. Экипаж указания подтвердил. В дальнейшем на неоднократные запросы с земли экипаж на связь не выходил. Через 35 минут после последней связи с бортом Казань начала принимать меры к розыску самолета. В 17.30 в аэропорт Ижевск поступили сведения, что самолет потерпел катастрофу в полутора километрах северо-западнее села Грахово. При подлете Грахово на самолете возник пожар внутри фюзеляжа. Экипаж энергично перевел самолет на снижение и пошел на вынужденную посадку с убранными шасси на подобранную с воздуха площадку. Но при приземлении самолет взорвался с полным разрушением конструкции. Члены экипажа были выброшены от места взрыва на 180 метров и погибли. Детали самолета и части упаковки груза обнаружены разбросанными по полю на площади 300 на 250 метров в направлении приземления самолета. По найденным остановившимся наручным часам было установлено время катастрофы 16.20. Место падения Ли-2. Удмуртская ССР. Полтора километра с северо-западнее Грахово. Комиссия по расследованию летного происшествия установила, что самолет выполнял перевозку азотно-кислого цинка общим весом 2250 килограмм, находившегося в 150 стеклянных бутылях, упакованных в корзины с древесной стружкой. Корзины были размещены вдоль бортов. Не были приняты необходимые меры предосторожности во время самой погрузки и его размещения на борту. Груз не был закреплен на смещение. Экипаж о перевозке опасного груза со стороны отдела перевозок предупрежден не был. При транспортировке отдельные бутыли с азотно-кислым цинком были разбиты. Вещество попало на краба отопительной системы, идущие вдоль правого и левого бортов. В процессе полета была включена отопительная система. Короба при этом нагрелись до высокой температуры. Вещество стало разлагаться. При химической реакции получился сильный окислитель, который при взаимодействии с органическими веществами дал взрывчатые смеси и воспламенение. При взаимодействии с обшивкой коробки и фюзеляжем произошло воспламенение, в результате чего в кабине начался пожар. Пожар подтверждается обнаружением на отопительных коробах расплавленной и разложившейся массы азотно-кислого цинка и прогара коробов отопительной системы. В комиссии также обнаружено горение стружки и самих корзин упаковки. Экспериментальным путем установлено, что обсыпанная азотно-кислым цинком древесная стружка из упаковки бутылей самовоспламеняется при температуре плюс 80 градусов Цельсия. Также не исключается, что самовоспламенение стружки могло произойти из-за ее обдува горячим воздухом из системы отопления. В ходе полета очаг пожара распространился по всему фюзеляжу, кабине, туалету и хвостовому оперению. В момент приземления при ударе о землю произошло торможение, в результате чего все бутыли переместились вперед и разбились. Произошел сильный взрыв ввиду интенсивного выделения окиси азота, кислорода и паров бензина от разрушенной топливосистемы. Виноват отправитель Сталинский государственный союзный завод химреактивов, который нарушил правила перевозки опасных грузов, не предупредив отдел перевозок о характере груза. Постфиктум. В перечне опасных грузов аэрофлота азотно-кислый цинк не значилось. Много позднее, летом 1972 года, осуществлялась погрузка багажа пассажиров на самолет Ту-134, выполнявшего рейс из Мурманска. Грузчики грубо бросили один из чемоданов. В чемодан загорелся открытый люк, дверь в багажный отсек и входная дверь самолета обеспечили сквозняк. Пламя моментально распространилось по всему салону. Самолет полностью сгорел. В чемодане находилось вещество, используемое на подводных лодках. От удара оно воспламенилось. Весной на 1973 года при заходе на посадку в аэропорт города Читы потерпел катастрофу Ту-104А. Погиб 81 человек. Самолет выполнил снижение с высоты 9 тысяч метров и занял 6600 метров. Произошел взрыв в воздухе. На борту был тротил весом 6 килограмм. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть одного из пассажиров произошла от пулевого ранения и воздействия взрывного устройства. Выстрел в этого пассажира произвел из пистолета сопровождающий службы безопасности. Милиционер. Статью комментирует Владимир Котомин. За плечами пилота много освоенных типов пассажирских и транспортных самолетов. Полет над территориями других стран. Командировка в Африку. Владимир Котомин – ветеран гражданской авиации России. Мнение Владимира Котомина о катастрофах в настоящей статье интересно. И так, говорит Владимир Котомин. Груз был срочный. Грузчики, выполнявшие погрузку на борт, не были аккуратными. Тогда, вероятно, и получился бой тары. В общем, пожар в воздухе – самая опасная ситуация. Самолет горит за считанные минуты. В те годы экипаж к такому развитию ситуации не был готов. Одна цель – как можно быстрее выполнить посадку и покинуть самолет. Субтитры создавал DimaTorzok